Приветствую вас, Елена. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и постараемся понять, как лучше в этой ситуации вам себя вести. Итак, первое и самое главное, это что именно послужило причиной для вас обратиться к нам, то есть что конкретно послужило причиной для того, чтобы вы обратились к нам за помощью. Что вас беспокоит? Что ребёнок будет травмирован, что ребёнку будет тяжело, что ребёнок как-то будет переживать или что? То есть не является ли ваша вот такая просьба о помощи, но некой проекцией, неким переносом того, что вам самой чувствуется, чувствуется, что вы сами-сами ощущаете. Это крайне важный момент. Следующее. Что вы конкретно подразумеваете под обыграть? Что вы имеете в виду, говоря обыграть? Почему обыграть? Почему не искренность? Почему не конкурентность? Чего-то вы боитесь, чего-то вы стыдитесь, может быть, в деле завязано третье лицо, из-за чего вам стыдно. Вообще говоря, есть вопросы по поводу того, насколько вы себе адекватно представляете всю картину вашего развода и представляете ли вы её вообще? На мой взгляд, это важно, потому что мне думается, если бы вы чётко для себя понимали, например, из-за чего развод у вас? И, соответственно, ну, вы хорошо понимали бы себя в этой ситуации, вот, себя, свои переживания, свои эмоции, то вам было бы, наверное, куда проще донести до своего ребёнка то, что происходит и обыгрывать, то есть придумывать чего-то вам бы не пришлось. Поэтому встаёт вопрос о том, как вы переживаете развод сами. И не хотите ли вы сами от него убежать в такого рода игру? Это очень-очень и очень важный момент, чтобы ребёнок не стал такой жертвой или объектом вашего воздействия. Следующее. Единого средства, единого способа для того, чтобы... Ну, чтобы... Ну, чтобы... Ну, пережить... Ситуацию... Ситуацию... Нет. Потому что... Все дети разные. У каждого ребёнка... Свои взаимодействия с отцом, например. Свои взаимодействия с мамой. У каждого ребёнка свои особенности индивидуальные. У каждого ребёнка свой темперамент. И... Все это нужно учитывать. А... Если мы говорим о том, как... Как ему сказать. Кроме того... Разговаривать с ребёнком нужно... Вам... Вместе... Вместе с... Вашим мужем. Чтобы... Ребёнок... Видел... Что... К нему... Родители... О... Относятся хорошо. Чтобы... Ребёнок видел, что к нему родители... О... Не изменили своё отношение. Несмотря на проблемы между... Между ними. Вот. Понимаете, какая штука? А... То, что... Мужь ходит именно... К другой женщине. Ну... Можно не говорить. На... На первых порах. Можно говорить о том, что наши отношения прекращены. Что мы разводимся, например, или тут-то ещё. И уже потом, ну... В перспективе... Сказать, что... Папа там... И... Или... Ну... Мужь сам... Найдёт что сказать. Вот. Понимаете? Поэтому... Это очень... Важный момент. Что вы говорили вдвоём. Важный момент. Но не менее важный момент заключается в том, чтобы вы... Как бы имели в виду особенности ребёнка. Именно его особенности. Понимаете? Именно вот... Что называется... Индивидуальность ребёнка. Вы имели в виду её. В зависимости от того, каков ваш ребёнок, можно и подбирать модель поведения. Вот. Не зная вашего ребёнка, не зная его... Темперамент, его характер, да... И... Не будучи в курсе... Ам... Ваших взаимо... Взаимоотношений... Ну... Сложно... Дать... Какие-либо рекомендации. Если честно. А... Вообще... Для меня эта ситуация несколько... Эм... Странно выглядит. Потому что... Вы хотите обыграть эту ситуацию с наименьшим негативом для ребёнка, но при этом про самого ребёнка ничего не говорите. Вот. То есть, вы считаете, что все дети одинаковые? Вот. Или как? Вы считаете, что... То, что пройдёт... Там, допустим... Ну, в Афе... Пройдёт и Петя, да? Или как? Так. То есть, ну вот... Серьёзно. Серьёзно. Эм... Это странно. На мой взгляд. Поэтому вы... Постарайтесь... На то, что... Насколько проблем не решить. Что... Нужно... Вам выбрать специалиста и... Эм... Позволить специалисту вникнуть в... Эм... Эм... Ну вот в... Эм... Ситуацию. В суть ситуации. Понимаете? Вот. Чтобы... Эм... 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 Самостоятельно прожить и понять, как... Эм... 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 Вы относитесь к ней. Как мучь относится к ней. Эм... 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 И... Сорвес... Нужно... Именно это демонстрироваться ребенку. Вот. Я думаю... Что... Примерно... Что... Примерно... Примерно... Так. Можно... Вам... Отвезти на вопрос. Повторюсь... Что... Крайне важно... Чтобы... Вы... Оба разговаривали... С... 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 Чтобы не кто-то, кто-то один это делал... Вы оба говорили... Вместе... Вот. И если... Ну... Между вами осталось какие-то... Ну... Какой-то негатив, да... Если, между вами остались какие-то... Переживания... То лучше это всё... Вы... Вы... Вырвите... И... Проработать... со социалистом, прежде чем вы будете общаться с ребенком на эту тему, вот. То есть ребенок, он воспримет эту ситуацию так, как вы воспримите ее. Это по общему правилу. Но, повторюсь, нужны подробности, индивидуальные особенности вашего ребенка. Нужна консультация, нужна работа, лучше с вами и вашим мужем, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.